Литературное наследие Николая Константиновича Рериха, как и его живопись, уникально. Дневниковые записи Николая Рериха под названием «Листы дневника» были впервые изданы Международным Центром Рерихов в 1995 году и являются сегодня большой редкостью. Художник жил и творил в непростое время. Листы дневника Николая Рериха включают более тысячи очерков и охватывают период с 1931 по 1947 годы. Это был сложный исторический период XX века, и сегодня мы видим многие параллели прошлых и современных событий. Тогда, как и сейчас, решалась не только судьба России, но и всего мира. Над Европой открыто нависла тень фашизма, предчувствие угрозы новой мировой войны подтверждалось событиями в политической жизни, нарастала агрессия, нарушались прежние международные соглашения. Наша страна вступила в неравную борьбу с мировым злом, встала на защиту человечества и самой возможности продолжения его эволюции. Листы дневника Николая Константиновича Рериха — это энциклопедический охват событий, лиц и явлений. Перед нами предстает панорама мировых событий через призму глубоких размышлений художника. Он мыслил о судьбах мира, о прошлом России, делая точные зарисовки деталей ее истории. В них мы находим понимание причин настоящих событий в России и правительский взгляд в ее будущее. По свидетельствам очевидцев, Николай Константинович ежедневно вел записи в своем дневнике. Источником его литературного вдохновения могли стать как масштабные события XX века, так и незначительные детали обыденной жизни. Как, например, заглохшая машина на маршруте Манчжурской экспедиции. Потерявшая искру, она стала импульсом для глубоких размышлений об искре духа, без которой не может совершаться ни одно важное дело. Так появился очерк «Искра». Каждое событие могло стать отправным моментом для размышлений, имеющих космический размах, выводящих сознание человека за рамки обыденности. Разнообразие тем, которые затрагивает автор записей, вовлекает читателя в единый поток жизни, который ощущал он сам. Природа, поиски истоков общности культур народов, вопросы искусства и бережного отношения к накопленным историей творениям человеческого гения, причины болезней человеческого общества и пути выхода из развивающегося кризиса цивилизации. В каждой фразе записей мы чувствуем бережное отношение и ответственность за каждую мысль, воплощенную в слове. Размышления Рериха написаны удивительно богатым и одновременно лаконичным языком. В них ярко проявилось удивительное свойство Рериха говорить о высоких и сложных понятиях простым языком, понятным каждому человеку. О чем бы ни писал Николай Рерих, он неизменно размышляет о культуре и напоминает нам, что именно культура является основой всего построения жизни человечества. «Дума о культуре есть врата в будущее», — писал он тогда. Художник замечает, что лишь через культуру можно подойти к пониманию Родины. Культура и Родина для Рериха — ценности одного порядка. Без защиты культуры нет защиты Родины и наоборот. Покушение на культуру — есть борьба против Родины. Даже в самых сложных условиях он призывает к продвижению всечеловеческой идеи об охране мирового культурного наследия, изложенной в Пакте Рериха. В очерке «Охранителем культурных ценностей» он пишет, что в такие исторические моменты, когда правительство и международные институты бессильны, эта сложная задача ложится всецело на плечи народа. Красота не может быть охранена одними лишь установлениями и законами. Только когда человеческое сознание поймет бесценные сокровища красоты, творящие, облагораживающие и утончающие людей, только тогда истинные сокровища человечества будут в безопасности. Особое внимание на страницах дневника Рериха тех лет уделено России. Строки о родине, о родной культуре и о русском народе, написанные в довоенные годы, полны любви, сострадания и веры в то, что народ русский преодолеет самые тяжкие испытания. В годы Армагеддона войны художник и словом, и делом поддерживал свою родину. В записях Рериха читаем о подвиге как высшем проявлении самопожертвования. Подвиг присущ и защитникам на полях сражений, и тем, кто трудится в тылу, отдает все силы на оборону страны и ее культуры. Николай Константинович уверен в силе духа русского народа. Он пишет о строительстве, несмотря на трудности, препятствия и бедствия. «Великому народу русскому ничто не страшно. Все победит. И лед, и жару, и глад, и грозу. И будет строить на диво». Даже в самые трудные первые годы Великой Отечественной войны, когда никто не верил в возможность победы над фашизмом, Рерих пишет правительские строки, полные веры в победу. «В грозе и молнии кует народ русский славную судьбу свою. Обозрите всю историю русскую. Каждое столкновение обращалось в преодоление. Каждое разорение оказывалось обновлением. И пожар, и разор лишь способствовали величию земли русской». Мысли Рериха – это жизненные программы. Он противопоставлял войне светлую деятельность на поле культуры, писал об истинных человеческих ценностях, о единении и значении творческого труда. Войны, какими бы разрушительными они ни были, когда-то заканчиваются, и наступают мирные времена, когда народ собирается с силами заново строить свою жизнь. С чем это строительство будет связано? Не ожесточится и не очерствеет ли от всего пережитого душа человека? Не поникнет ли от испытаний его дух? Не замолчит ли от напряжения его сердце? Рерих стремился всеми силами возвратить миру нарушенную гармонию. Он призывает нас к преображению основ жизни, направляя строительство по пути единения, красоты и добра. Путь сохранения истинных человеческих ценностей, охранения всего, чем жив дух человеческий. Такой путь был предрешен России. В записях звучит гордость за Россию, способной утверждать лучшие достижения как в настоящем, так и в будущем. Его литературные портреты открывают неизвестные страницы жизни выдающихся художественных и общественных деятелей России, кто самоотверженно трудился во славу русского искусства, во благо истинного строения жизни. Рерих со многими из них был знаком лично, и это придает особую значимость его записям. На страницах дневника Николай Рерих, как профессиональный ученый-историк, отразил глубокое понимание исторического процесса и роли народов России в нем. Он сумел передать дух времени, показал глубинные связи между народами и культурами Евразии, которые уходят корнями еще в эпоху великого переселения народов. Художник пророчески видел будущее России в укреплении связей со странами Азии и в первую очередь с Индией, в построении прочных основ дружбы и сотрудничества с которой он внес свой большой вклад. Читая страницы дневника, мы узнаем о встречах с двумя будущими премьер-министрами Индии. В 1942 году Джавахарлал Неру и его дочь Индира посетили Николая Константиновича Рериха в его имении в Гималаях и имели с ним продолжительные беседы. Сегодня мы видим актуальность культурных и геополитических связей, в построении которых художник участвовал еще в первой половине XX столетия. В 1947 году жизнь Николая Рериха оборвалась и заканчиваются его записи «Бесценные накопления мыслей великого Творца», которые еще требуют более глубокого изучения и осмысления. Мыслитель и художник, ученый и общественный деятель Рерих призывал бесстрашно открывать врата в будущее, которое обязательно поможет настоящему. Литературное наследие Николая Константиновича Рериха именно поэтому уникально и представляет собой одно из ярчайших явлений мировой культуры. Россия переживает в настоящее время сложные процессы обновления, перемены касаются многих сторон жизни страны. И мысли Николая Константиновича Рериха по решению проблем, которые стояли перед страной накануне Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, сегодня также актуальны, так как угрозы внешние и внутренние вновь нависли над нашей Родиной. Размышления Николая Константиновича Рериха о сложных вопросах жизни, о насущных задачах могут помочь ищущим сердцам выбрать верный жизненный путь, притворить в действии свои устремления и потрудиться во имя Родины и ее славного будущего. Мы затронули лишь малую часть тем, изложенных в листах дневника. Читайте Рериха, и вы откроете для себя бесконечный источник знаний о мире, о России, о красоте. Найдете ответы на насущные вопросы жизни. Предлагаем всем желающим принять участие в переиздании трех томов почерков Николая Константиновича Рериха «Листы дневника» и других изданий Международного центра Рерихов «Изнаследие Рерихов» и оказать финансовую поддержку. Любая перечисленная вами сумма окажет помощь осуществить этот важный проект и другие издания трудов Рерихов, которые так необходимы сегодня. Будем рады вашей помощи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова